После зачистки лобби в святилище Одина, я всё думал и размышлял. Разве ты ещё не видел кузницы Одина и сколько дают там очков? Конечно, видел. Да и вообще, какая нафиг разница? Важно, что надо играть. И сколько, не мало, чтобы закрыть этот фантастический первый сезон. А как закрыть его, если нет времени, даже два часика побомбить в день? Вот топ-контент! Как это сделать? Побегая и поэкспериментируя в шепчущем лесу, меня вдруг осенило. Как-как? Легко и просто. Нам нужен АФК-мод, когда ты можешь оставить своё устройство, а твой мужчина будет фармить для тебя очки сезона. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем мучить этот сезон! Скол! Скол! Ха-ха, грязь! Посмотри на мои очки. Печаль. Да, и я понимаю, что сезона прошла уже половина, а очков 10 тысяч! Да какие 70! Я не доберу до 70, чтобы потом ещё купить 10 лвлов. Ёлы-палы! Никак я не дойду до 50-го. Надо как-то подходить, значит, кардинально по-другому. Вот. Я побегал, потестил в шепчущем лесу. Слушай, мы можем бегать на АФК-моде. Серьёзно. Что значит на АФК? Ну просто, вот понимаешь, автомод. Ха-ха! Серьёзно! Сейчас мы с тобой это подробно разберём. Конечно, это не совсем АФК. Совсем АФК это... Есть такое название, как скрипты, боты, да? В общем, я такой контент не показываю. Иди сюда, дружище. Вот. Но-но-но. Полу-АФК это называется, да? Хорош лук, скажи. И он при чём здесь не работает? Звука нету, да? Ну, блин. У него сама по себе атака. Блин, ну, короче, ну, хорош лук. Хорош вообще. Мы уже с тобой выяснили, да? В ледяной обители. Ледяная обитель, по факту, это типа гробница, короче. И это круто было. Ну, он сам по себе, да? Хорош лук, поэтому чё уж там. Он и так хорош. Поэтому мы с тобой сейчас не будем всё-таки. Я хотел серию роликов для тебя записать. Полная зачистка, да? Светилище. Вот эти кузницы Одина. Ну, чё тут? Чё тут? Чё тут? Классно дают очков. Классно, да? Как и в святилище. Как и, блин, в архивах. Почему? Ну, потому что тут большие страшные мужчины. Да, ты их наказываешь. И всё фантастически. О чём тут говорить, да? Мы сейчас с тобой вскроем вот эти вот фантастические подношения. Да, и сделаем красиво. Вот, нам нужен был вот этот парень, да? Слуга Пепла. Ну, грубо говоря, 60 очков за него дадут. Да? Ты чё, дурак, что ли? Ты видел? Мужчина! Я чё-то в штаны не наложил. Не делай этого. Слушай, вот этот вот слуга Пепла даже наказать может. Как? Ну, вот так. У него эта обилочка, она такая, да? Хорошая. Вот, 58. Чё тут говорить? Я не знаю. Это классный метод прокачивать сезон, да? Ты просто продолжаешь играть, как раньше развиваться. Фармишь вот эти кулончики. И всё ради них. А очки просто прицепом падают. Дополнительно, так сказать. Ну, профитные вещи мы с тобой уже разобрали. И это без... Блин, я забыл, что тут это огниво грёбанное. Профитные вещи мы уже с тобой разобрали, да? Это это. Это шепчущий лес. Осталось только понять, как в шепчущем лесе играть, но не играть. Ну, грубо говоря, ты там на пару сек, да? Подошёл к устройству. Чик перезагрузил локацию и заново, да? Согласись? Звучит как сказка. Нет, это вполне реализуемо, реально. И я вот с сегодняшнего дня уже приступил к такому фарму. Почему? Блин, ну нету времени вообще, понимаешь? Ну нету. Да, ты не будешь зачищать за минуту с копеечкой локацию. Грубо говоря, 9 минут будет уходить. Но ты просто нажал и пошла жара. Я не знаю, я в восторге, честно. Я потестил всего на двух зачистках. Я прям в восторге. В общем, сейчас мы это с тобой посмотрим. Мы сейчас только шепчущего убьём, да? Или как он там называется? Фу, давно я не занимался этим беспределом. Будем надеяться. Ну давай! Давай рука жоп, блин! Как в первый раз! Да вы чё, офигели! Офигели! Кручу-верчу! Запутать я хочу! Кручу-верчу! Запутать я хочу! Фантастика! Это, знаешь что? Это как велосипед. Один раз научился и всё, да? И всё. И как бы уже навсегда. Вначале отключить эту шнягу надо. Ну мало ли, да? Всё пойдёт не по плану. Рука жоп проснётся. И чё делать будем? Гореть под этой ерундой? Зачем? 123 урон! Ха-ха! Грязь, да? Обожаю этот лук. Обожаю! Это просто фантастика. Ну ты понял, чё, блин? Ну ты посмотри, уроны бешеные, да? Огонь, блин. 24, 58. Нормально, короче, да? Чё тут ещё скажешь? Нормалды! Бери своё, так сказать. Просто, блин, фармим с тобой вот эти вот кулоны, да? И хорошо идёт. Просто, ну, нет у меня времени, да? Каждый день бомбить светилища Одина. Так, чё у нас тут? А, такие вот ещё бомжи, да? Дитя пепла! Дитя пепла! До свидосик! До свидосик! Мужчина, блин, вообще нормально. Я люблю этот лук, честно. Какая грязь! Естественно, это ещё далеко не полный максимум, который выдаёт этот чудо-лук. Это так! Ерунда! Так, как мы его будем убивать? Давай мы его будем убивать за даггерщика, да? Почему нет? За убийцу, к примеру. Можно? Да, конечно, можно. О чём речь? Главное, не попадись на это. Как там она называется? Шняга-то. Ну, отражение, короче, да? Давно я его не убивал, честно скажу тебе. Вообще, насколько давно? Очень давно. Вообще не помню, что делает. Что-то не помню я, блин. Вот, вот, отражение, да? Вот, когда отражение бомбит, ждём, а дальше всекаем. Изи, парень, вообще. Всё, вообще, да? Ерунда какая. Ну, соответственно, можно его вообще без урона по себе, если ты там за дальника будешь. Маг, лучник. А можно и не заморачиваться. Опа! Чем хорош этот парень? Вот он, чем хорош. Он дарит огненный топор. Всё, это массовая ерунда. Такая же, как рассекатель. Я именно этот момент тебе хотел показать. Почему? Это очень легко, да? Тебе главное три ключа накопить. Три ключа главное накопить. Так, всё, закончили это приключение. Я не пойду дальше. Я пока не собираюсь проходить это всё безобразие. Это нормал режим, всё отлично, да? Ну, по фактику, ну, грубо говоря, там, за 20 минут я могу справиться, да? Не фул, а чисто голема взять. И вот этого шепчущего. Но всё-таки. Нету иногда вообще нисколько времени. Серьёзно, блин. Поэтому, поэтому. Давай я тебе покажу этот мод. Но прежде откроем вот эти кулоны, ради которых мы вообще сюда приходим. Не ради очков. Очки просто прицепом. А что у нас по новостям? Когда-то кланы викингов были хозяевами севера. Настала пора вернуть им былое величие. Слушай, круто, круто. Что мы видим на этом скриншоте? Во-первых, это какая-то деревня. Грубо говоря, клановая деревня. Во-вторых, телепорты. Ты понял, чё? Телепорты. И куда телепорты? Ледяной телепорт. Зелёный. Это наша земля. Которая сейчас большая. Лёд. Это ледяная земля. И красный. Красный, где кланы будут просто друг друга изничтожать. Я предполагаю просто. Также мы видим с тобой дракарчик стоит. И это фантастика. И толпа людей, да? Слушай, не знаю, не знаю. Но чё-то мутят прям для кланов. Поэтому да. Я прям рад за всех, кто играет в клане, а не в соло-игру. Вторая новость. Она не новость. Ты, наверное, уже обновился. И что это значит? У тебя шепчущий лес уже. Локация, на которую могут зайти другие игроки. Помешает ли тебе это, значит, в твоём авторежиме? Ну, чуть-чуть помешает. Но не так, что ты не сможешь его юзать. И! А чё и? Тут всегда круто было. Я даже не знаю. Чё тут тыкать? Тут всегда круто было. Тик-так. Чё у нас тут? Ой, блинчики. Чё, серьёзно, что ли? Деду, ты понял? Бывает такое? Ни одного синего оружия. Я офигею. В смысле, ну, синего. Как раз синего дали. Я в шоке, честно. Я такого ещё не видел. Ни одного оружия, блин, сиреневого. Ёлы-палы. Я, кажется, читал такие комментарии. Я просто мне не верилось. Я думал, здесь сто процентов дают. Ага, вот тебе и сто процентов. Нифига не сто процентов. Вообще бомжи, блин. Сиреневую пушку не дали. Ну ладно, фиг с ним. У меня их достаточно. Мне вот эти штуки нужны. Мне сиреневое оружие, значит, в котёл как-то не очень, да? Неприятно вкидывать. А эти жетоны вкидываю ток в путь. И последняя, последняя. Так, ништяк, ништяк. Взяли всё, что можно слить в котёл. Всё в котёл, всё в танцующие медведи. Тут всегда у нас автопати прёт, да? Громила. Ну, я бомблю громилу. Как бы, а почему ты громилу бомбишь, меня спрашивают. А почему нет? Я выбрал громилу, да? И теперь бомблю красиво, иду по нему. Я никуда не тороплюсь. Мне очень приятно, что тебе нравятся мои видео. Вот. Но ты уже понял, что я никуда не тороплюсь, да? Если б торопился, то я бы... Быстрее, быстрее! Я хочу первым показать этот контент. Не, ну зачем? Я как раз наоборот пропагандирую. Спокойно, размеренно, значит... Усса! Да? Потихонечку играешь, когда тебе в кайф бомбишь как ненормальный. Когда не очень... Ну, тогда чуть-чуть зашел, поиграл, вышел. Так. Ну и все, пожалуй, да? Вот это я оставлю. Ой, хорошо, да? Почти взял профу. Кого я дальше буду качать? Петух г-г-г-г-г! Привет тебе огромный! Ты попал в ролик. Сет, ты тоже попал. Огромный вам привет, друзья! Те, которые не сильно интересны классы, да? Вот их хочется посмотреть. Маги, маги меня интересуют. Вот, к примеру, шаман. Я считаю, у шамана вот этот ужас, это что-то с чем-то, да? Ну, а теперь давай перейдем к авторежиму. Дерик, Алиниари и Гест. Вот наши боты. Мы можем с тобой быть такими же фантастическими мужчинами. Погнали на место. Конечно же, место встречи изменить нельзя. Шепчущий лес. Здесь мы будем с тобой в автоматическом режиме догонять наш сезон. Значит, давай пройдемся по минималкам. Если ты хочешь бегать вот в таком бомж-сете, это делать, с первым посохом, вот в таком сете, да? И вот с такими посохами. Что тебе стоит учесть? Уровень твоей профессии. Давай посмотрим моего мага. У меня первый огненный маг. Не повышает урон боевым посохам на 33%. Если у тебя такой же парень, блин, ты можешь откиснуть. Серьезно. Я бегал, 5 зачисток нормально, на 6 зачистку я откис. Ну, то есть, я прям смотрю, да, и у меня Драук меня наказал. То есть, он чуть-чуть не вывозит. Что за профессия у меня в данный момент? Если ты вдруг будешь так делать, я тебе советую взять эту профессию. Ты ее знаешь, это фантастический чародей. 20% урона по монстрам. То есть, блин, вообще огонь, да? С любым вэпоном ты будешь чуть-чуть больше дамажить. Можно ли это, значит, проделывать вот с таким посохом помощи? Не, всекают. Можно, если у тебя будет профессия, да? Все тот же чародей. Всего лишь второй уровень профессии. Урон посохам поддержки плюс 30%. Вот с этой профессией уже можно работать, да? Вот с таким говнооружием. Я тебя предупредил. 5 ходок я побегал нормально. То есть, я смотрю своего парня через время. Буквально 5-6 минут. Ага. Все, ничего не добывает. Все крипы, короче, уничтожены. Все отлично, да? А потом на шестой раз я в какого-то откис. Если у тебя будет нормальная профессия, то можно в бомж сети. Ну, короче говоря, я тебе не рекомендую. Я рекомендую тебе бегать из шепчущего леса вот сюда в скалы Бальдра. Можешь, конечно, потратить там 2 секунды, да? И зайти. Если шепчущий лес не перезагрузился, беги в скалы Бальдра. По новым правилам, теперь там тоже игроки. Такое бывает реально. Что лока не перезагружается. Прежде чем начинать новую зачистку, конечно, фулл хп полечить надо, да? Я жру мясо, которое мне боты такие же приносят. Супер, поехали. Ну, как бы да, да, это тебе не посох, да? Скорость атаки не та, видишь? Чуть-чуть все-таки наносят. В нормальной броне вообще по факту лучше вообще сирень одевать, да? Просто фулл в сирень одень, и тебе ничего не страшно. Кто тебя вообще накажет из этих бомжей? Но суть. Пока он бегает, я, к примеру, делаю для тебя монтаж. Представляешь? Блин, это так классно. То есть... Что я тебе хочу показать этим роликом? А ты можешь заниматься своими делами. Давай вернемся назад на нашего челика. В общем, ты можешь заниматься своими делами, да? Давай все-таки подведем какой-то итог. Рано или поздно ты откиснешь. Кто тебе скажет иначе и обманывает тебя? Не верь, елы-палы. Если ты будешь бегать в первом шмоте, вот в этом, с первыми говнопосохами, рано или поздно ты откиснешь, если ты действительно будешь в полу-АФК-моде. Лук. 65 прочность. Залучника мы потестили. Ты даже не зачистишь одну локацию, он сломается. Вот этих посохов 140 прочности, так несправедливо. И 160. Их хватит. Но тем не менее хватит урона, будешь просаживаться, можешь упасть. И упадешь. Чтобы не падать, что надо? Профессия минимум второго ранга, а лучше третьего. Даже со вторым рангом, да, ты пропускать будешь хорошо. У тебя будет оставаться из 200 жизни, ну, не знаю, там 100, да, а может даже и меньше. Поэтому, чем выше профа, тем лучше. Третья идеальна. Если у тебя этого нету, а есть, ну, хотя бы второй грейд, нормально, нормально, можно бегать. Можно. Вот в таком шмоте единственное, а не в первом. Ну, и с профессией. Ну, вот огненный маг, да, или чародей, кстати. Вот я тебе рекомендую чародей. Чародей вообще фантастика. Если он у тебя будет второго грейда, да, у тебя будет специализация больше по монстрам и урон посохам поддержки. То есть чародей идеальная профессия вот для такой ерунды. Потому что посох помощи, это вообще самый шлак в игре. Самое простое оружие, блин. Ну, я не знаю, ну, дубина, наверное, нет, дубина сложней. Ржавый нож сложней, слышишь, чем посох помощи, серьезно. Вот с этим посохом, вот в таком сете, за чародея хотя бы второго уровня профессия будешь выщелкивать ток в путь. Всех и вся. Ну, а если прям совсем говорить о том, чтобы спать спокойно, да, тогда одень какой-нибудь синий сет, да, или вообще сирень. Включи авто, блин, и сирень, оружие. И спи спокойно вообще. Причем будет скорость зачистки, да. Естественно, оружие расходуется, кто спорит. Но тут самое главное нам что? А очечки, очечки. Причем без нашего вмешательства, да. В общем, друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Видосы выходят каждый день. Ставь колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я показал тебе полный расклад. Умничать и говорить, что нет, ты не будешь откисать. Это полная ерунда. Ты будешь откисать, если вот с таким посохом и нет крутой профессии. Слушай, чародей. Серьезно, это даже круче, чем огненный маг. Потому что посох будем использовать дешевый, посох поддержки. А дополнительно еще 20 урона по крепам. Плюс посохом поддержки 30%. Короче, это хорошо. Должен вывозить. Реально. Ну и, конечно, оцени ролик луксом. Смотри, траву не собирает. Ты что, бот? Ты как можешь вообще? Бот гребаный. Ягоды эти нафиг удали. Траву собирай, не смей. Смотри, что и ягодки, и эти семечки почти. Да, это, кстати, приятное дополнение, да? Хо-хо, шикарно вообще. Давно не мог нас собирать для коников семечек и всякой фигни. Ну, теперь дел пойдет. В общем, удачных тебе АФК фармов. Скол? Скол! Пока-пока. Это победа, блин. Даже круче, чем святилище. Ма-светилище. О-о-о, святилище. Ёлы-пал, я забыл лут вытащить.